Привет, YouTube! Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Краматал, и мы продолжаем проходить Metal Gear Solid V Ground Zero с 7 миссий на рейтинг S. Это вторая миссия в списке. Называется в оригинале Eliminate Renegade Fret. Надеюсь, я правильно её произнёс, хотя наверняка всё равно это было с очень жутким акцентом. Но так или иначе, в этой миссии нам нужно будет уничтожить двух человек, две цели. Но дело в том, что мы постараемся заработать дополнительно не убитых, а эвакуировав на вертолёте. Таким образом, миссии мы пройдём, не испачкав руки в крови, а лишь традиционно усыпив с помощью мобилизатора множества врагов. Итак, первым делом разберитесь вот с этим парнем на утёсе. Можете не тратить пули, можете, если вы ими дорожите, можете просто подобраться сзади и сказать всему, чтобы обутнулся моргой и трясь. Ну, а зачем? Дождайтесь, пока вот в это место приедет машина. Кстати, напоминаю, что мы проходим миссию на нормальной сложности. Если будете проходить на очень высокой сложности миссию, то имейте в виду, вот в том месте, в котором я сейчас спрячусь, лучше не сидеть. Лучше переждать, пока машина уедет, пока караул сменится, где-нибудь на утёсе, чтобы вас не заметили. Вот, а пока включите терпение, послушайте диалог между двумя солдатами, дождитесь, пока уедет машина, и солдаты разойдутся. Что случилось? Ты сделал инвентарь из армора на день до вчера, правда? Да, я не делал в них за 6 месяцев. Если ты не сгон, то ты не сгонишься. Это необычная ла. Но он не знает. Но все равно, ты никогда не знаешь. Нет, не может. Иди сюда. типичные солдатские разговоры ну что ж дадим одному из них отойти подальше а сохраним кому клетки разберемся теперь аккуратно и тихо разбираемся с номером 2 отлично и прочим тела дело в том что в этом лагере как это работает Для наших клиентов, это только действительно закончится, когда эти курики умерли. Уж не знаю, переводчики сами захотели что-то исправить. Может быть, цензура сейчас их как-то приперла. Но так или иначе, факт есть факт. Далее идем к ближайшей вышке. Да, кстати, вот здесь мы видим одну из двух целей. Негр в центре, это наша цель. Но здесь есть своя фишка. В принципе, если вы хотите просто по-быстрому пройти миссию, и у вас есть, например, снайперская винтовка или любое дальнобойное оружие, вы можете снять этого, кажется, его зовут Глаз, хотя не может ошибиться, вы можете снять этого негра с большого расстояния. Но проблема в том, что для того, чтобы игра засчитала вам его убийство, вам нужно опознать его лицо. А с такого расстояния, даже с максимальным приближением на бинокле, лицо не опознается. К сожалению, это так. Не знаю, баг это или фичи игры, но тем не менее. А вот здесь вот этот лысый мужик в центре, наша вторая цель. И вот сейчас, в данный момент, она как раз и является нашей основной целью. На всякий случай, отметьте солдат поблизости. И включите терпение по максимуму, потому что ждать придется довольно-таки долго. Постарайтесь отслеживать перемещение этих трех фигур. Дело в том, что наши цели постоянно ходят с охраной из двух-трех человек, иногда из одного. Постарайтесь отслеживать их перемещение, тем более, что если вы включите карту, во-первых, все отмеченные цели на ней отображены, ну а во-вторых, примерное расположение целей вам на карте будет отмечать КАЗ. Что ж, чего мы ждем, объясню. В данный момент наш лысый мужик должен сесть в машину и приехать в лагерь из начала миссии. Там мы ему и устроим засаду. К сожалению, этот момент очень-очень долгий, так что я думаю, здесь мы все-таки немножко промотаем. Так, начиная трехфа, давайте вернемся в лагерь, расположимся там поудобнее, в принципе. Так как вы сами устраиваете засаду, можете устроить ее как вам удобнее. Но лично мне нравится место за деревянной коробкой. Во-первых, это символично, все-таки мы играем за Снэйка, так что коробки это его второе оружие. А во-вторых, на мой взгляд, это очень удачная позиция для того, чтобы снять с разных целей, которые к нам приедут. И да, в лагере есть заключенные, но об этом чуть попозже. И так как вы можете слышать, слэш видеть, наша цель, она наконец-то села в автомобиль. Так что сейчас нужно просто совсем чуть-чуть подождать. Буквально через пару десятков секунд, даже может быть быстрее, они приедут к нам. Которые наши интелы, таргеты на движение и нет в этой области. Вы должны использовать свои собственные глаза сейчас. Но что-то ты делаешь, найдешь его. Мапа уже оптимирована. Я отправил ВИИ-овы, таргетов, к твоему Айдроиду. Будьте хорошим. Как можно дальше друг от друга. В общем, вести себя, как настоящий охотник, который ждет добычи. Который сидит в кустах и терпеливо ждет и ждет и ждет. А потом достает ружье и как бабах! Вот примерно так и надо действовать в этой игре. Ну и не забудьте про второго охранника. Постарайтесь как можно быстрее с ним добраться. А теперь давайте разберемся с тем, о чем я говорил о чем. Вот система опознавания лиц. То есть, когда вы слышите такой звук, когда приходит сообщение вашего аккурата эмиссии, отказа. И когда на цели появляется такой желтый ореол, это значит, что вы ее пометили. Это значит, что она опознана и только теперь можно что-то с ней делать. Убивать, тащить на точку эвакуации и так далее. А сейчас нам нужно будет вновь спасти двух заключенных. Это довольно-таки нудно, как вы помните из первой миссии. Так что, я думаю, будет довольно-таки милосердным отношением к вам, если мы вновь включим ускоренную перемостку. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а поскольку даже в миссии с названием уничтожить двух человек... Цель, которая является, вернее, уничтожить двух человек... Снэйк, Нейтиск, Босс и Биг Босс сеет доброе и вечное... По нашему цели мы спасем, спасем курию на вертолете. И плевать на то, что будет включаться газ или курию на вертолете. Талкер Солид это все-таки добрая серия. Вечная танчика. Ну и не забудьте про оставшуюся лучшую... Так, ну что ж. С этим мы добрались и у нас осталась вторая цель. Негр, вы уж извините, что я так называю цели, которые официально называются глаз и палец негр и лысый, но просто так как-то проще ориентироваться и проще объяснять. Вот такой вот ассоциативный ряд. Итак, значит, что с негром? С негром все просто. Как только мы эвакуируем лысого... Так вот, как только мы эвакуируем лысого... Видимо, запустится скрипт, по которому вторая цель уйдет со своего месторасположения, то бишь из башни. И пойдет, скажем так, ходить по всей базе. Наша основная задача подловить его в нужный момент. И да, то, что я сейчас пошел снимать солдата с вышки, это абсолютно ненужная вещь. Уже не помню, зачем я это делал, когда играл. Видимо, просто какие-то свои мотивы были на это. Но не обращайте внимания. Наша главная цель сейчас подойти как можно ближе к административному зданию. Вот так, как видите, негр вместе с своими охранниками уже ушел с вышки. Так вот, наша основная цель подойти как можно ближе к административному зданию и расчистить себе путь отхода. А путь отхода у нас будет вот по этому мосту. Первонаперво забудьте про охранника, находящегося в бут. Его можно не заметить или просто про него забыть. Так что разберитесь с ним в первую очередь. И да, я знаю, что меня сейчас как бы заметил еще один охранник. Это случайность, то есть такого не должно было произойти. Но тем не менее, он сам напросился, так что я думаю, будет логичным и правильно отправить его в объятие морфея. Да, кстати, здесь есть БТР, и если вы поднимете тревогу, его также можно использовать, чтобы сбежать. Но, к сожалению, туда нельзя будет погрузить свою цель, если уж вы в панике будете его эвакуировать. Ну, как символично, спящий американский солдат, бросивший винтовку прямо под американским флагом. Ничего не хочу сказать, просто очень забавный кадр. И да, будьте осторожны, в этой миссии камера видеонаблюдения расположена здесь. Отключить ее можно только выстрелив в нее. Но если вы это сделаете, естественно, солдаты пойдут проверять в чем дело. Так что постарайтесь в какой-то степени держать себя в руках и просто не попадаться в ее поле зрения. На данной локации, если так можно сказать, нам нужно снять с вышки охранника и разобраться с возможным патрулем у зенитки, которая в данный момент находится по левую руку от нас. Да, именно в этот момент я понял, что одного дротика недостаточно, чтобы усыпать охранника. Вернее, может быть и достаточно, но засыпать он будет долго, так что... Устреливайте два или три раза, если вы устреляете по телу, чтобы наверняка обезвижить нужного вам человека. Ну вот, так будет полегче. Кстати, как вы можете видеть по отметкам за стеной, наша цель уже потихонечку перемещается, она явно не спешит. Да и куда им спешить? Они еще не знают, что на базе снейк и не знают, чем это им грозит. Так что, естественно, пока их жизнь замечательно и прекрасна. Проблема данного момента в том, что нужно опять же ждать, ждать и ждать. Я, кстати, прекрасно понимаю, что, возможно, на ютубе вы найдете или сами изобретете способ пройти эту миссию чисто и гораздо быстрее, гораздо изобретательнее, гораздо изящнее. Но моя цель просто показать, что такие вещи здесь можно делать. Если вы действительно сделаете все круче, чище и вообще веселее, ну, поздравляю, без шуток, это действительно здорово. Можете кидать ссылку на свое прохождение в комментарии, с удовольствием посмотрю. И еще одна, кстати, проблема данного момента в том, что сюда периодически приходят вот такие вот патрули, которые шлепаются, навзничь, поднимая пыль. Я снялся быстро и самое главное, это было быстро, но я думаю, это уже очевидный факт и не нужно его так досконально объяснять. Спрощим солдатика, естественно, мои любимые, мои стопы, у меня не было. Того, что, если он живет под мостом, по крайней мере, хранит там, ну, давайте скажем, хранит там свои трофеи. Не забывайте периодически включать карту, ориентироваться по ней, если уж вы потеряли цель из виду Как вот я в данный момент, но на самом деле наш негр просто что-то завозился со своими охранниками И вот они, ребята Как видите, теперь мы его отметили И в принципе, мы можем сразу закончить, выстрелив ему в голову с дальнего расстояния, к примеру, и сбежав Более того, мы даже наверняка получим ранг S Потому что, как я уже говорил, это будет всего лишь минус 200 очков Это будет всего лишь до убийства, то есть минус 200 очков И они будут полностью компенсироваться и тем, что вы прошли чисто, и тем, что вы не спалились, и тем, что вы спасли заложник Вот Но тогда вы не получите ачивку Да, я знаю, что я повторяюсь, но на всякий случай напоминаю просто, ради чего вся эта нудятина Тогда вы не получите ачивку Не помню, к сожалению, как она называется, милосердие, кажется Ачивку за то, что вы спасете двух очень жутких человек от смерти Да, кстати, кто-то там опять чихнул Будь здоров Ну, видимо, это с прошлой ночи, с первой миссии, когда они все стояли под дождем Падали лицом в грязь Катались Катались из-за снэйка Да, кстати, как вы видите, сейчас Охранники, скажем так, немножко поменяли маршруты свои, охранники нашей цели То есть, если раньше с ним, ну, в принципе, изначально-то с ним было двое То один вот этот вот паренек останется здесь стоять Будет думать о чем-то своем Возможно, охранять флагшток Ну, а наша цель отправиться, наверное, инспектировать мост Судя по направлению его движения Наверное, инспектировать мост вместе с другим охранником В принципе, они идут в линию, то есть друг за дружкой Так что для опытного шпиона, для такого опытного шпиона, как снэйк Это просто подарок Вырубить со спины двоих, это же Ну, не знаю, это просто счастье Главное набраться терпения Да, постарайтесь, так как мы зачистили уже территорию у зенитки Постарайтесь подождать того момента, чтобы они подошли именно к ней И вам так и избежать будет проще И от посторонних глаз Вы, скорее всего, скроетесь Так как, напоминаю, патрули здесь все-таки вещь опасная Так, снэйк уже даже оправдывает свое прозвище Я все время называю его снэйком, на самом деле это бегрус Но не суть Снэйк все-таки оправдывает свое прозвище Начинает ползти, как заправская дмия Ну, а дальше делайте, что хотите Это, как я уже говорил, это просто подарок, просто песни Какая-то, она не про мать Миссия выполнена Не слушайте Казы, который говорит, что Усыпить или вырубить цели недостаточно Ну, достаточно А далее делайте прямо-таки Такой геройский забей, чтобы это был наш раненый товарищ Мы бы сейчас бежали под пулями Не играла бы эпичная музыка Какой был бы красивый финал А так мы просто какого-то ренегата Уносим на своих плечах С дражеской базы Ничего героического, но зато совесть чиста Поздравляю всех, мы прошли миссию Прошли на ранг С, вы сейчас эту миссию Получили заполнить ачивку за То, что мы не Какие-то монстры, убивающие людей Направо и налево Надеюсь, вам понравилось Ждите следующей миссии И до новых встреч